всем здравствуйте рада приветствовать на своем канале сегодня хочу сделать для вас триплет название вы видели что вас покидает что прибывает что с вами останется будем смотреть на трех колодах колоду вы видите перед собой это танец шамана логинова монолиза и забыла колоду прекрасно забыла вот название третьей колоды ну такое у меня бывает ничего страшного камешки вы видите тайм-коды тоже и давайте мы с вами сразу и приступим и так позиция номер один голубенькие камешек и вот так сторонка отложу и мы с вами посмотрим без сигнификации да просто как некие такие подсказки три карты что у вас покидает что прибывает и что с вами остается так видно видно итак давайте мы начнем что у вас покидает король педаклей некая такая стабильность на стабильность постоянство здесь не про уверенность я сначала подумала может быть здесь уверенность нет здесь некая такая знаете заземленность да возможно медлительность возможно то что не продвигалась вперед что-то здесь было так знаете достаточно статично вот постоянство до такого и тоже может быть какая-то рутина, что еще, что еще вас покидает высший суд, вы проходили трансформацию, когда углублялись, видно, да, как-то углублялись, что-то анализировали в себе, да, здесь может быть такое, что платили еще долги, как в прямом, так и в переносном смысле, да, может быть, какие-то выплаты были финансовые, а может быть, кому-то отдавали какие-то долги, да, не может быть, каким-то людям, циклы здесь завершались, такое ощущение, что, знаете, когда идем в новое, да, надо что-то почистить, надо что-то убрать, надо чего-то избавиться, да, чтобы налегке двигаться вперед, вот здесь вот действительно, как будто бы какой-то вот судный день, да, произошел, все взвесили, все прианализировали, все посмотрели, передали, отдали, все, что нужно было, и двигаемся дальше, что еще вы покидаете, ну вот колесо фортуны, смотрите, великие арканы, здесь у вас такая, возможно, трансформация происходила, покидайте какие-то свои сценарии, возможно, привычки, опять-таки, выпадает на короля педаклей, то, что, я бы сказала, даже рутины, если говорить на бытовом языке, вышли здесь однозначно из каких-то сценариев, что-то здесь было завершено, но мы, что здесь было завершено, давайте я уточню, так, по королеве педаклей, может быть, здесь какие-то разводы, да, для кого-то, если были важны тоже, завершение, завершение какого-то статуса, завершение каких-то семейных, может быть, отношений, завершение, жатва, я бы сказала, своих результатов, то есть здесь вы пожинали какие-то плоды, но у меня такое ощущение, что вот эти вот плоды, они не в плане чего-то такого хорошего, а вот здесь именно что-то такое негативное у вас завершилось, что именно негативного здесь завершилось, вам был шанс, дам шанс заземлить, заземлить, рыцарь мечей, те, те цели, которые вы себе ставили, да, здесь они, они пришли к завершению, то, к чему вы как-то вот стремились, здесь вы, скорее всего, переосмыслили, да, пересмотрели свои, возможно, желания, нужно вам это, не нужно, у меня ощущение того, что какие-то вот негативные сценарии, я не могу понять, с чем они связаны, есть какие-то негативные сценарии были завершены, о чем, какие негативные сценарии, вот сценарии того, что вы ничего не делаете, четверки мечей, здесь вы, возможно, поняли, что в вашей жизни ничего не происходит, почему, потому что вы, возможно, не прикладывали правильных усилий для того, чтобы что-то случилось в вашей жизни, то есть на уровне ментала, да, то есть вы продумывали, вы в голове очень много размышляли на эту тему, а на физике было совершено недостаточно действий, либо эти действия не приводили вас к желаемому результату, и вот здесь вот в конечном итоге, да, методом проб и ошибок, может быть, кто-то действительно свои сценарии прорабатывал, вот по суду здесь произошло обновление, да, может быть, вы на свои желания посмотрели, взглянули как-то иначе, поняли, что вот это вот мне не нужно, может быть, пересмотрели, например, если я хочу быть в каком-то статусе, да, либо в профессиональной сфере, либо в личной жизни, раньше, возможно, вы смотрели на это желание с одной стороны, а сейчас поняли, что, возможно, не то, что нужно от него отказаться, а посмотреть на него как-то по-другому, преобразить, вот что-то здесь, какое-то обновление было, вы под новым, новый взгляд здесь был на ситуацию, и это послужило, вот эти вот изменения в вашем сознании, они как раз-таки поспособствовали тому, что вы захотели двигаться, может быть, раньше, знаете, как-то вот боялись что-то делать, поработали со своим страхом, поняли, в чем причина, проработали его, и у вас автоматически появилось желание идти дальше к своей цели, понимаете, здесь что-то такое. Хорошо, так, я отодвину сюда, это то, что вас покидает, да, то, что уходит. Давайте посмотрим, что прибывает, что приходит в вашу жизнь. Так, кризис, да, финансовые какие-то трудности, сейчас, скорее всего, на данный момент вы это проживаете, какая-то нужда, в чем вы нуждаетесь, что вы просите. Принять какое-то решение вы хотите, связанное с чем, да, что-то вскрыть, прояснить какие-то конфликты, прояснить, причем конфликты могут быть как с самим собой, не обязательно с кем-то другим. Прояснить конфликты, недоговоренности, да, недосказанности какие-то, внутренние, внешние несогласия, борьба как с собой, так и с внешним миром, да, здесь вот не хватает как будто бы ясности, то есть вы нуждаетесь сейчас в прояснении. Это может быть прояснение вашего пути, вот то, что я говорила, внутри-то у вас работа здесь произошла, теперь пришло время двигаться после четверки мечей вперед, и вот именно понимание, как я буду двигаться, да, что мне необходимо. Может быть, вы начинаете двигаться и сталкиваетесь с какими-то разногласиями, с какими-то трудностями на своем пути, недопонимание, сопротивление. Что еще, что еще прибывает, да, прибывает, вот смотрите, такое ощущение, что здесь как будто бы будет некая проверка, то есть вот здесь вы все поняли, все осознали, да, и начинаете двигаться по-новому, заново, и у вас сразу появляются проверки на вашем пути. Семерка мечей – это карта хитрости, да, где вы, здесь ощущение того, что как будто бы бумеранг, ваш бумеранг, причинно-следственные связи, да, начинает работать мгновенно. То есть, если раньше, допустим, вы что-то сказали, и через какое-то время это только случалось, сейчас вы можете обмолвиться каким-то словом, просто в шутку что-то сказать по отношению к себе, например, да, и это мгновенно случается, то есть вот как будто бы пространство реализует сразу все то, что вы хотите. Здесь нужно быть очень внимательны со своими словами, со своими желаниями. Здесь вот семерка мечей, проверка вас, действительно ли вы пойдете туда, куда вы наметили, что вы хотите, потому что все равно еще где-то отголоски прошлого есть, да, если выпадает семерка мечей, где-то какой-то вот обман. То есть здесь человек вроде бы расставляет интересные карты, да, расставляет ловушку для своей марионетки, то, кем он манипулирует, и велика вероятность, что сам может попасть в эту ловушку. Так, с чем это связано? Что вам здесь показывают? А, вот, глупец как раз-таки обновление, да, обновление где-то, чтобы вы сами не попадали в просаг. Возможно, вам действительно необходимо обновление, а вы как будто бы, знаете, вот внутри, да, я готов, да, я буду двигаться вперед, у меня есть намерение, я это транслирую, я про это говорю, но все равно еще, а может быть, как-то это, знаете, мимо меня это все пройдет, а может быть, на меня это не повлияет, да, то есть есть какие-то, ну, я бы не сказала, что это страхи, а это какие-то привычки, да, вот я говорила, здесь привычки у вас сухое, то, что меняются, все равно где-то какие-то программки в плане автоматизмов, они у вас еще проскальзывают. То есть, например, начинаю я что-то новое делать, да, где-то не получилось, и сразу появляется это желание, ну, его нафиг, я это брошу, мне это не нужно, и давай я от этого избавлюсь, а потом, через какое-то время вы думаете, нет, 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 все-таки надо, да, надо как-то уже по-другому делать, что-то как-то по-другому действовать, но первые вот эти вот автоматизмы, то, как вы работали раньше, жили раньше, они у вас проявляются, что еще у вас здесь пребывает, ну, вот видите, в разке я и говорю, да, закрываемся, закрываемся от этого нового, может быть, в новое идете, сталкиваетесь с какими-то трудностями, сложностями, да, в этом новом, и первая такая реакция, сразу убежать, сразу закрыться, да, ничего не делать, вот шестерка чаш, я говорю, и карта подтверждает, да, поступать так, как было раньше, так, как мне было комфортно, вот, поэтому я бы сказала сейчас, что у вас пребывают некие такие проверки. Хорошо, что с вами останется, что останется отшельник, ваш отшельник, ваша мудрость, я бы сказала, да, ваше видение ситуации, желание как-то вот периодически отстраниться, удалиться, наполниться, переосмыслить, сохранение своего пространства. Здесь, может быть, у вас ощущение первичное такое, что, да, все, я открылся, я теперь стал как будто бы другим человеком, но на самом деле, поражение такое нехорошее, но все равно оно очень хорошо описывает, да, горбатого могилы исправит, то есть, как бы вы ни хотели поменяться, да, но ваш внутренний стержень, он не меняется, в принципе, как вы не впускали людей в свое пространство, так оно и остается, то есть, желание как-то вот все равно через какое-то время, да, пообщались, я хочу уединиться, мне это необходимо. Скорее всего, это ваш темперамент такой, ваш характер такой. Что еще пребывает? Ну вот пребывает с вами ваше развитие, да, желание двигаться вперед, это пребывает к чему? К тому, чтобы стать королем жезлов, да, храбрым человеком, уверенным, независимым, да, общительным. Очень интересный момент, отшельник у нас говорит про интровертность, король жезлов – это 100% интровертный человек, да, это человек коммуникапельный, общительный, причем огненный, да, что здесь огонь, что здесь огонь, вот, причем, если мы говорим согласно астрологии, отшельник у нас – это дева, а король жезлов – это у нас овен, огонь, то есть стихия огня, да, это овен, а восьмерка жезлов – это у нас стрелец, тоже огненная такая карта желания двигаться и развиваться. То есть при некой такой интровертности, да, вы становитесь более открытыми, более общительными, более позитивными, знаете, как, по крайней мере, намерение такое, что да, я готов общаться. Если раньше вы были таким, знаете, не то чтобы угрюмым, а человеком, который больше молчит, то сейчас вы, как будто бы, вот я говорю, весна наступает в вашем сердце, и вы, ну, как минимум уже проявляете некий интерес. Я не могу сказать, что вы прям 100% стали очень много говорить, вот, но уже интерес есть, уже больше открытости присутствует в вашем сердце. Что еще пребывает, вот, сказала Солнце, видите, огненность, что-то новое, новое, позитивное, и аркан Солнца – это вот как раз-таки про счастье, про удачу, про открытость, про желание вот именно заявить о себе, показать. Здесь вот ощущение того, что если это профессиональная сфера, да, в которой вы загадали для себя сейчас, то здесь вот краски будет больше удача, больше успеха в вашей профессиональной сфере, да, вы больше будете о себе говорить. То есть проявленность, здесь больше проявленность при вашей внутренней, внутренней закрытости. Здесь, скорее всего, вот это вот ощущение того, что как было раньше, уже действительно постепенно-постепенно со временем вы увидите, что вы изменились. Не то, что вы стали очень открытым человеком, нет, но вы как будто бы сможете соединять соединять вот это вот ваше внутреннее желание побыть в одиночестве и одновременно находиться на публике, да, на Солнце. То есть здесь быть в тени, а здесь быть на Солнце. Как-то вот вам это будет удаваться. Что пребывает, вы сказали, тени Солнца. Посмотрите, как раз-таки Верховная Жрица, да, и аркан Солнца. Солнце здесь у нас, а Солнце это Аполлон, вот, а здесь Верховная Жрица, это Таинство, это вот Луна. Солнце и Луна. Вот таким человеком удивительным вы станете. Ну, здесь уже есть предпосылки к этому. Просто вот здесь, что пребывает, да, хоть выпали негативные карты, но это какой-то вот промежуточный этап. Это не про трудности, а это про, показывает про ваше мышление, которое будет, проходит такой промежуточный этап, прежде чем придет сюда. То есть она уходит от пассивности, от некой такой лени, стабильности, отсутствия развития. И для того, чтобы прийти к развитию, вы не можете сделать скачок. Здесь вам нужно вот этот вот промежуточный этап пройти. Он связан вот именно конфликт вот этого. То есть для того, чтобы прийти к Солнцу, да, нам нужно уйти от отшельника. Отшельник у вас здесь был, а Солнце у вас здесь, в правую сторону вашего будущего. И вот это вот как раз-таки это тот промежуточный этап, который вам нужно будет проходить. То есть вы какой-то период будете еще все равно закрываться от людей, да. То есть я открываюсь, что-то произошло, что-то вам сказали не так, где-то вы обиделись, где-то что-то не поняли, где-то какое-то разногласие было, оп, вы сразу закрылись. Потом понимаете, нет-нет, я себя меняю, мне надо вот, знаете, как будто бы себя вытаскиваете за волосы, что вот надо выйти из этого болота, уже здесь нету развития. Вам комфортно, я не говорю, что вам там плохо, вам комфортно так. Но вы понимаете, что развития уже нету, да, что необходимо для большей мудрости вам двигаться дальше. Так, вот такая у меня была первая позиция «Голубенький камешек». Пишите свои комментарии. Я благодарю вас за ваши лайки. Забыла вначале сказать благодарность за донат. Все время забываю. Нехороший человек, редиско забываю. Ладно. Вторая позиция «Красненький камешек», двоечки. Давайте посмотрим, что вас покидает, что пребывает и что с вами останется. Итак, что вас покидает, что пребывает и что с вами останется. Итак, что вас покидает? Семерка жезлов, да, то есть желание защититься. Желание, мне кажется, сегодня такой позитивный расклад будет. Потому что иногда говорят, что-то негативное не от меня, это зависит. Вот что карта покажет, поле, поле, оно меняется постоянно. Настрой людей как меняется, так и карта меняется. Поэтому здесь вот у вас, что вас покидает? Покидает вот эта вот замкнутость, закрытость желания все время защищаться. Вот вам кажется внешний мир вот таким вот чудовищем страшным, который все время нападает, который все время что-то от вас хочет. Вот это вот у вас настороженность такая, знаете, трудности. Причем это не только люди могут быть, да, это какие-то трудности и сложности, от которых вы защищаетесь. Смотрите, здесь девушка стоит, ну женщина стоит, а у нее маленький ребенок. Вы как будто бы своего внутреннего ребенка, как некий такой родитель, да, справедливый, защищает от внешнего взрослого, да. То есть здесь вот этот вот треугольник. Если вы работаете с собой, посмотрите, в чем необходимость этого маленького ребенка защищаться от внешнего, от внешнего мира, да. Чего он боится? Чего он боится? Так, что еще вас покидает? Покидает, видите, правосудие, да. Я здесь говорила, что вы прям как человек, который защищает своего внутреннего ребенка. Правосудие. О чем здесь нам говорит правосудие, что вас покидает? Вот это вот ощущение того, что мир несправедливый, да, что со мной как будто бы не совсем верно обходится. То есть я с добром, а люди ко мне со злом. Но при этом вы забываете, что мир наш дуальный, да, и если вы хотите, чтобы что-то позитивное приходило в вашу жизнь, то вам нужно быть более-менее нейтральным человеком. То есть чем больше вы отдаете света для баланса, столько же должно прийти и негатива. Поэтому здесь вам нужно быть больше в нейтральной такой позиции, да. То есть почему? Потому что вот ваше правосудие, оно все-таки субъективное. Исходя из ваших каких-то убеждений, да, вы считаете, что вот так вот правильно, а вот так неправильно. А у мира, у него, так скажем, ну нейтральные понятия, да, объективные достаточно. Поэтому то, что объективно для мира, для вас это может быть как-то несправедливо. Вот. Поэтому что вас покидает? Вот это вот желание быть все время каким-то таким, знаете, справедливым, быть правильным человеком. В этом нет ничего плохого в справедливости, если бы вы действительно были бы объективным человеком. Потому что мы все люди, и иногда мы, даже не иногда, всегда мы смотрим на ситуацию исключительно со своей позиции. До тех пор, пока... Потому что мы, во-первых, не знаем, о чем думает другой человек, да, либо ситуация, для чего нам дана. Мы же не смотрим на нее сверху, мы же не знаем все составляющие, которые скрываются за этой ситуацией, либо за этим человеком, либо почему человек так подумал, почему он так поступил. Да, мы смотрим исключительно на ситуацию из центра «я». Да, и все крутится вокруг нас. То есть, поэтому мы и говорим про эгоизм, потому что эгоизм, да, как солнце, перевернутое солнце, все крутится вокруг солнца. Поэтому мир вращается вокруг нас. Мы все так устроены. А для того, чтобы посмотреть объективно на ситуацию, мы должны посмотреть не все крутится вокруг нас, и не все крутится вокруг другого человека, а со стороны диссоциативно то есть не изнутри а снаружи поэтому вот это вот желание вашей правильности вашей знаете как это как вас воспитывали например да вот быть все время культурным быть все время вежливым быть время позитивным да потому что вам казалось что ну вот так нужно и так вы поступали то есть вот это вот желание она как будто бы будет отпадать и здесь возникает вопрос то это же все-таки хорошие качества почему они отпадают потому что для вас это дисбаланс это отклонение от равновесия возможно вы чрезмерно белый да и поэтому чтобы вас уравновесить очень много черного бывает что еще вас покидает тройка жезлов покидает знаете вот желание развития до желание чему-то обучаться желание все время увидеть какие-то новые горизонты все время куда-то двигаться вперед да что-то делать здесь вы смотрите здесь как а вот так я поставлю как интересно как интересно получается вот так здесь значит у вас все время есть желание чему-то обучаться куда-то вперед двигаться до что-то что-то пробовать да у вас открытый горизонт и вот вы все время вверх 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 и идете когда вы идете вот туда вверх исходя из своих каких-то убеждений и понимания что есть правильно что есть верно что есть необходимо вы сталкиваетесь вот с этим чудовищем и вас происходит некое столкновение и по сути у вас не происходит движение вот этого вперед который вы хотите почему потому что вам препятствует вот это вот чудовище одно препятствует вам для того чтобы уравновесить то что есть внутри вас поэтому сразу здесь нам подсказка работает со своим внутренним ребенком что-то такое есть да может быть вот какие-то убеждения которые вам передавались в себе по поводу правил поведения как надо вести себя в обществе что хорошо а что плохо здесь вот по поводу хорошо и плохо надо поработать потому что возможно вас уже достала вот это вот хорошо и внутри у меня вот единицы прикачали в двойку сейчас потому что такие правильно и верно у меня были все время единички и вот это вот внутреннее ощущение того что где-то хочется выпустить своего такого знаете плохого мальчика либо плохую девочку и где-то накричать где-то ругаться но здесь какие-то вот подавленные нереализованные желание есть оси из которого некий такой потенциал который вы не используете да то есть вы используете как будто бы только свет свет но открещиваясь от тьмы но это метафорично почему потому что вам кажется что тьма это плохо на самом деле в нету плохого и хорошего есть то как вы применяете то есть тьма может быть хорошая то есть и как это и зло может быть добром да то есть добром не случайно говорится даже добро может быть с кулаками да когда надо отстаивать свои границы когда надо показать другому человеку как с вами можно общаться а как нет да вот это вот как раз кида броску лаками либо зубами вот здесь у вас вот эти вот зубки вы не показываете да и где-то это подавлено да и вот поэтому вот здесь эта маленькая девочка то что подавленная на вот это вот ну пускай будет агрессия то есть вот такое что-то такое негативное да что-то такое темное на самом деле вот столько этого находится вот в этой маленькой девочки то есть она маленькая а вот то что в ней негативного находится она вот такое вот большое и она хочет она просит свободы чтобы его выпустили здесь надо с этим поработать так что прибывает что прибывает вашу жизнь папашу мечей на уже вторая позиция которая начинается с такого-то негативного момента видимо опять таки тоже промежуточный этап что прибывает в пашу мечей здесь мы видим смотрите пажа который не умела до используя свой меч и то ли ранил то ли убил вот эту вот птицу в меч данном случае это наши слова 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 которые могут ранить если вы начнете работать вот о том что я говорила здесь и начнете уважать и защищать своего внутреннего ребенка именно уважать дату безусловно вы начнете поступать иначе то как вы будете поступать вы будете высказывать свою точку зрения ваша точка зрения до ваши слова они будут ранить некоторых людей да но когда-то это эти люди могут возможно ранили вас А может быть это те люди, поскольку здесь все-таки птица красивая, вы будете, вы знаете, всех под одну метелку. То есть рядом и очищая, пропалывая, как говорится, свой огород, вытаскивая сорняки, возможно, будете вытаскивать и цветы. По ошибке, не по ошибке. То есть здесь как будто бы накрыло что-то такое. Вот, поэтому прибывают какие-то слова, которые будут ранить, и где-то вы будете даже сами сожалеть за свои поступки, почему я так поступил. Но это момент обучения, то есть его не избежать. Тройкопедаклей. Прибывает вот как раз-таки новый этап в вашей жизни, когда вы будете учиться общаться, коммуницировать. Вот то, что я и говорила ранее, вот здесь, знаете, ранил. Ага, я понял, здесь вот так не надо поступать. Либо здесь где-то переборщил, здесь где-то больше правды сказал, здесь где-то под горячую руку кто-то попал. И вот вы будете обучаться. Здесь в тройкопедаклей, здесь вот этот вот бедняк, не как он пришел, торговец, он пришел в город, да, продавать свои продукты. А его вот этот страшник не пускает. Вот, и он не может договориться, он не может попросить разрешения, чтобы его пропустили. То есть здесь, ну, в прямом смысле может быть, да, и в переносном. В переносном не можете договориться, будете обучаться. А в прямом, возможно, столкнетесь с какими-то трудностями, сложностями финансового порядка. Что еще прибывает? Что еще прибывает? Вот, смотрите, действительно такой этап, я же говорю. Здесь четыре эквилибриста. Во, по-моему, я правильно сказала. Если нет, напишите, как правильно, да. Четыре акробата, да. Каждый, причем, у каждого своя маска. И вот здесь это театр, да. Цирк, театр. Вот, и каждый исполняет свою роль. У каждого свои одежды, каждый выполняет свою роль. И здесь четверка жерезлов всегда говорит про соревнования, а здесь вот как будто бы некий такой спектакль, в котором у каждого своя роль, каждый на своем месте. То есть все есть хорошо. И вот здесь вот иногда, когда вы не сможете с кем-то договариваться, да, что-то у вас не будет получаться. Вот то, что мы говорили здесь по справедливости, да, что это нужно. Если, допустим, идете в какую-то инстанцию, и вам отказывают, да, либо там, я не знаю, как это, служитель как-то вот с вами, ну, грубо поступает, раньше бы это вас ранило. А сейчас вы должны понять, что, окей, у него тоже есть на то причина. Да, может быть, его поведение вы не одобряете. Это правильно, это верно. Вот, но то, как он поступил, я не знаю, возможно, с точки зрения Вселенной это было верно, да. С вашей точки зрения, может быть, нет. С точки зрения Вселенной, да. И вот здесь вот вас просто обучают мудрости. Вот, для того, чтобы вы все время находились в более нейтральной позиции. Не в плане все время выбираю белое-белое-белое, а в плане того, что я должен быть нейтральной. Окей, пришло что-то негативное, но оно пройдет, что поделать. Не первый раз. Ну, то есть не принимать близко к сердцу. Вот я о чем. Более спокойно относиться. И вот здесь, смотрите, все прекрасно, да. Нельзя сказать, что там, например, вот этот не выполняет свою роль, или вот этот не выполняет, да. У каждого своя роль. Вот. И все вместе это создает вот такой некий спектакль. И мы не можем, если мы здесь будем стоять, да, вот у этого человека, например, выберем, да, мы можем сказать, что вот это вот верх ногами, это некрасиво, это неправильно. А если мы здесь, то для этого человека вот это вот неправильно. Но в совокупе, да, вместе. Это очень красиво, это очень изящная фигура. Вот это вот у вас пребывает. Хорошо, что с вами остается? Что с вами остается? Четверка кубков, да, стабильность. Все равно остается, вот смотрите, вы свой характер не поменяете. Если вам будет казаться, что из того, что я озвучила, это что, получается, я должен стать другим человеком. Нет. Вы будете оставаться при своем. То есть смотрите, здесь человек, интересный момент, компания, да, люди выпивают, он трезвый, он не пьет. Почему мы понимаем? Потому что здесь красные лица, да, у него белое. Но при этом он все равно находится в этой компании. То есть здесь человек останется при своем. Да, он будет выделяться, вот, но при этом, опять-таки, здесь четверка и здесь четверка про стабильность. Я остаюсь, я не буду уже ощущать себя белой вороной, понимаете? То есть вы как будто бы и в обществе, в компании, но при этом остаетесь при себе. И вас это не ранит. То есть здесь человека, его не огорчает, что вот там, люди выпивают, да, он просто смотрит за реакцией, что как будет происходить. Но его особо и не волнует, что вот я сижу, допустим, среди всех этих пьяниц, и что я тут делаю, и они плохие, а я хорошая. Нет. Вот именно ваше отношение к жизни поменяется. Что с вами останется? Вот, король мечей, да, то есть ваши мысли, ваши суждения, ваши взгляды, да, они останутся. Но ситуация вашего восприятия немножечко изменится. Как она изменится? Давайте посмотрим. Вот, смотрите, как она изменится. Здесь такое ощущение, что раньше, вот смотрите, да, вот эту вот карту сюда поставлю, раньше вы защищались от мира, а теперь как будто бы мир убегает, потому что у вас очень много силы появится, у вас появится много энергии, вот, и здесь люди от вас убегают. Что изменится? Вы станете, по крайней мере, планируется, что вы станете другим человеком более сильным, более уверенным, да, и здесь они как будто бы убегают. Пятерка мечей убегает от вашей силы. Почему? То есть здесь перекос все равно происходит, да. Почему они убегают? Почему они убегают? Ну вот здесь, смотрите, тоже побег. Опять четверка, да. Раз, два, три. Три четверки. Обратите внимание на какую-то стабильность, да. У вас происходит. Почему они убегают? Потому что есть вот некий такой бык, да, есть опасность, то есть здесь люди убегают от вас, да, здесь человек убегает от быка, потому что вы будете, причем, смотрите, что бык, что здесь огонь, очень такие напористые, возможно, в каких-то моментах, вы будете очень активны, может быть, чрезмерно уверены, поэтому, смотрите, вот здесь вот то, что человек убил своим мечом вот эту вот птицу, не случайно, вот здесь вот иногда вы будете, то, что я говорю, не умение отделять котлет от мух, да, все плохое, то есть иногда на вас будет такое нападать. Если вы вот здесь вот своего ребенка вот этого не проработаете, да, от чего вы защищаетесь, то есть иногда как-то прорвало, вот, и всех под одну гребенку. Так, что еще, что еще у вас прибывает, последняя карта, ну вот, мечевая, да, восьмерка мечей, вот здесь вы, наверное, задержитесь, я так понимаю, и вот в этом уроке некоторое время вы побудете, то есть это, скорее всего, не большой, не малый этап будет, да, ну, то есть не неделю, здесь месяца четыре вы будете над этим работать, над тем, чтобы отстаивать себя, отстаивать свои границы, показывать людям, чтобы они вас больше уважали. Вот точно месяца четыре будете работать, и пока вы будете работать над собой, здесь как будто бы очень много голов, ваш гнев в некой степени будет рушиться на головы других людей, только здесь не гнев, а ваши слова. Не знаете, как человек прорвал, все, я теперь буду всем говорить правду, я теперь никого не жалею, вот мне захотелось, вот мне больно сделали, все, я тебе скажу, я не буду в себе держать, только здесь нужно будет научиться аккуратно говорить, я не говорю о том, что вам надо держать, нет, держать себе ничего не надо, но нужно будет научиться, как вы это говорите, да, то есть сначала вы будете учиться, что вы говорите, а потом как вы это делаете, до тех пор, пока придете к своему желаемому результату. Ну, вот такие вот, и двоечки тоже были интересны и жду ваших комментариев кто отправил донат анонимно за последний месяц было несколько не знаю кто благодарю потому что вначале забыла сказать так мы с вами переходим к третьей позиции зелененькому камешку давайте троечки посмотрим что вас покидает что прибывает что с вами остается если кто-то из вас отправлял мне донат и огромную благодарность просто вначале я не сказала вот поэтому в каждой поделить по позиции говорю отдельно благодарность троечки прежде чем скажу последнее время у вас очень сложный период я знаю но не получается у меня сказать что-то позитивное если я это не вижу дай бог сейчас чтобы что-то позитивное выпало карту вы смотрите увидите сами поймете и так что у вас покидает что вы что прибывает и что с вами останется так туда-то двину место есть и мы начинаем что у вас покидает тройка мечей в этой колоде эпической таро вот вспомнила не могла вспомнить начали что это за голода тройка мечей здесь о чем говорит она говорит почему так интересно здесь тело да а здесь голова она говорит о том что человек хотел познать правду и вот теперь когда он познал правду это правда ему настолько причинила боль что теперь он сам не знает что с этим делать да он убегает то есть надо либо с этим что-то сделать либо как-то вот забыть отказаться забыть отказаться от услышанного от того что я узнал я не могу справиться с этим тоже не получается и поэтому что покидает вот здесь вот вы реально убегаете убегаясь от чего здесь вдали у нас корабль не знаю насколько вам видно сейчас поднесу карту так вот посмотреть на зум есть вдали у нас корабль стоит то есть корабль корабль перемены мы здесь видим воду воду этой воды это эмоции вода эмоционально больно ранимо убегаю от какого-то своего дальнейшего движения до либо как говорится бегу вперед паровоза здесь вперед корабля либо я убегаю от своих каких-то эмоциональных переживаний почему потому что есть вот этого двойственность да здесь только тело а здесь только голова то есть одна сторона говорит о том что да я хотел познать я это узнал и мне надо с этим что-то делать другая говорит что а я и не хочу с этим ничего делать теперь да то есть как будто бы сожаление о том что а зачем я это узнал что еще вас покидает начинание какое-то на начинание здесь то вот какая-то информация на какая-то что-то вы узнали это вот вас очень сильно ранил очень сильно переживала что что вы здесь узнали пятерка сферзу я смотрите пятерка сфер в чем смысл девушка пришла погреться вокруг вокруг свечи с мужчиной да он с ней делится но при этом у него есть своя свеча своей свеча она и она ее держит в себе да но она пришла на свет другого человека здесь вот это вот ощущение что мне самому не хватает то что у меня есть да но это вот как раз таки такая программа убеждения что у меня нет они мне недостаточно мне не хватает поэтому мне нужно что-то дополнительно и вот здесь вот вы как будто бы узнали до пятерка педаклей духовной нищеты недостаток недостаток чего-то то есть это вот как раз такие чисто субъективное такое восприятие что мне самому как будто бы не хватает денег что ли не хватает ресурса и поэтому я нуждаюсь это как здесь ощущение какого-то страха что вот у меня заберут последние да что я работал копил копил и вдруг там я не знаю пришло государство и забрала мое имущество либо какая-то инфляция денег а я столько лет откладывал что теперь я остался без ничего то есть у меня вроде есть но вы как будто бы не видите то что у вас есть и вот это вот какую-то информацию вы такую получили я знаю то ли вас лишили да вроде бы было наследство а потом коп завещание заново было написано и вас лишили вот вы остались как будто бы с ни с чем я не знаю что что здесь здесь разные варианты могут быть та информация на вы как будто бы стали знаете вот заложником это аркан повешенного да вы стали заложником какой-то ситуации это вам очень сильно разбило сердце и вас чего-то тут лишили это могут быть да не знаю да все что угодно и удобством могли вас решить там жилья работы отношения взглядов на жизнь какие-то ценности либо вы вынуждены были да потому что здесь смотрите как будто такое вынужденное положение змея да она здесь не человек сам себя подвешивать для того чтобы переосмыслить ситуацию а вы как будто бы змея схватила и перевернула то есть вынужденное какое-то лишение для чего змея все-таки это мудрость да и силы для того чтобы вы обрели какую-то силу для того чтобы обрели какую-то мудрость и вот какая мудрость двойки кубков гармонии и баланса до чаепития насколько это классно и здорово вот это вот за руки они держатся до близость близость между людей настоящие когда мы можем открыть свою душу да когда есть доверие когда есть вот этот именно баланс между тем что они делятся между собой один что-то дает другой слушает отвечает и вот туда-сюда туда-сюда метод взаимодействия с миром а то есть по сути здесь какой-то серьезный урок вы проходите в плане того как нужно взаимодействовать с миром поэтому вас вас лишают для чего для того чтобы вы обрели мудрость я говорю тройкам сложный путь но здесь я не могу вам сказать пожелать терпения до либо какого-то позитива проживите это да это больно и это неприятно это сложно но это вот просто действительно в очередной раз говорю необходимо для вашего пути это будет не вечно это когда-то закончится я не знаю когда но однозначно это придаст вы потом будете смотреть на это прошлое и будете благодарны за то что это с вами случилось почему потому что это научит вас вот это вот ситуация вся она научит вас и повлияет на на ваш характер на то кем вы станете это будет очень очень серьезный очень важный этап вашей жизни позже вы будете очень благодарны сейчас пока вы это не сможете оценить потому что вы пока варитесь в этой ситуации и она неприятна и она болезненная аркан повешенный никогда не бывает легким это всегда через боль это всегда страдания но повешенный это духовный урок это когда мы сами выбираем мы понимаем почему мы лишаем ради чего мы лишаем себя то здесь лишение чем чего-то меньшего внимания меньшего ради того чтобы вы получили что-то больше то есть если вам кажется что у вас сейчас забрали очень много у вас лишают очень многого то на самом деле это меньше по сравнению с тем что вы получите по сравнению с тем что вы приобретете а что вы что прибывает до хочется хотел сказать что приобретете что прибывает шестерка мечей что-то новое причем что-то новое видите какие-то мысли мячи мысли идеи рассуждений то что вы бросаете да вовне здесь он бросил это свой меч и ощущение как бумеранга даму к нему должен вернуться обойти вот этот вот кук круг как будто бы собрать информацию извне и вернуться уже с получением новой новых знаний новые новая информация то что я говорю сейчас вы себя сами ограничиваете лишаете осознанно неосознанно не знаю но вы получите обогатитесь опыт очень богатый получите вот это вот ваша душевная нищета она обернется вам во благо вы станете богатыми изнутри духовно богатыми что еще прибывает до помимо новых знаний ну вот посмотрите иерафант иерафант как соединение да здесь духовного и материального как напоминание того что мы здесь не для того чтобы веселиться для того чтобы получать какие-то уроки для нашей души то есть это воплощение она одно из и одно временное для того чтобы совершенствовать поэтому пользуемся этими возможностями здесь взгляды у человека достаточно еще расскажу третья позиция всегда люди высоко духовные то есть то что я говорю вас по идее не должно никак ранить а наоборот вот через эту боль должно радовать что моя душа развивается значит я правильно иду значит я верно потому что здесь люди осознают важности значимость состояния души нежели физического какого-то плана здесь иерафант его задача напоминать да не забывать в мире материи о духовном то есть соединение духовного и материального здесь вот как некий такой алхимик выступает этот эрафан знание вы получаете веру во что веру на что какие какую новую веру вы приобретаете веру видите единорог единорог кубков веру в духовность верно веру в своей души веру в чистоту намерений побуждения здесь вас такое знаете ощущение когда в жизни все плохо и последнее что нам остается это только молиться вот здесь вы как будто бы обретаете вот эти вот трудности сложности они приведут вас к богу к тому которому вы верите все что вы проходите это приведет вас к тому к чему во что вы будете верить у кого какая религия у кого какие-то новые понятия новые взгляды что-то такое что еще прибывает в вашу жизнь прибывает новые знания и четверка жезлов на праздник праздник причем здесь смотрите что прибывает и не в этой колоде девушка идет и она читает это то что ей нравится потому что вокруг здания и ну это типа библиотеки здесь много много книг вот и смысл этой карты что она настолько зациклена на том что она читает что она пропускает то что окружает ее что вокруг могут быть намного не то что интереснее книги а другие иные то есть она пропускает намного больше потому что она сфокусирована сконцентрирована только на одном она празднует вот то тот жанр который ей нравится да то именно конкретная книга которую которая ей нравится как от которой она получает удовольствие и не обращает внимание на то что происходит вокруг нее то есть вот те знания которые вы будете получать да я не знаю может быть вы пойдете куда-то учиться да может быть здесь хочется сказать кто-то ушел в монастырь да опять-таки образно то есть какое-то сообщество в какую-то группу попадаете с людьми единомышленников находите себе какого-то учителя наставника какую-то свою веру и настолько сфокусированы на этом да потому что это что-то внимание шестерка мечей это что-то новое для вас и она созвучно вашей души что вы на мгновение теряетесь от этой реальности которая вас будет окружать такой момент тоже будет это нехорошо и неплохо я всегда говорю нету хорошо и нету плохо есть необходимость в этом и вы это будете проживать вам этот этап будет нравиться дальше что с вами останется но сегодня выпали все пожив классики да и все единороги в еще один остался до клевый 2 в эпическом таро что с вами останется единорог мечей знание знание интерес получения любопытства что еще то есть какие то вопросы знаете какие то вопросы у вас все равно еще останутся вот ваша любознательность ваш здесь вот такое ощущение что знаете вы дойдете до высокого уровня в своем духовном развитии но вот это вот жажда за новые знания за новое понятие это с вами останется это вот как будто бы ваша природа да то есть неважно как инстинкт например даже не инстинкт а как он называется чувство чувство голода да то есть сколько бы вы не поели поели один раз то есть насытились через какое-то время вы все равно про про проголодаетесь вот здесь вот что-то такое то есть неважно сколько знаний вы получите неважно какой опыт вы будете проходить да нету предела совершенства вот ваше желание что-то познавать ваше желание вот это чувство голода наслаждения она останется при вас причем здесь тушь кубков он в понимании видите как источник и глаза источник чего-то такого божественного здесь вы это будете познавать то есть с вами останется вот это вот божественная до связь связь канал с высшими силами желание понять познать я не знаю любовь познать совершенства познать благость ваша интуиция ваше воодушевление ваша любовь вот это все останется с вами к чему о чем у нам у нас здесь тушь кубков говорит а вот она и императрица да то есть ваше желание если вы женщина до быть любимой любить другого человека либо вообще любить мир либо безусловная любовь либо ощущение вот именно чувство счастья благости процветания экстаза вот все эти наивысшие состояния да с точки зрения духовности это все с вами останется здесь вы скорее всего после вот этого сложного этапа что-то здесь у вас произойдет да есть вот у меня такое чувство что вы придете какому-то экстазу и это с вами в дальнейшем останется здесь какой-то духовный опыт мне показывает знаете вот как будто бы я не знаю пошли куда-нибудь в какой-то монастырь шаолинов что ли вот у вас открылся там пробудилась кундалини открылся третий глаз и это с вами остается это никуда потом не уйдет это не разовая опция какая-то как вот я хочу просто посмотреть как это повлияет на вашу дальнейшую жизнь это будет аркан силы это будет влиять на на жизнь других людей вы станете смотрите вы станете сила в чем ваша сила да что вы будете хозяином ситуации вы не будете слугой здесь вы держите зеркало да и человек который подходит он видит свое вот это вот страшилище да как отражение то есть вы станете так таким человеком силы когда вам даже не нужно будет использовать слова вашем пространстве люди будут меняться они будут видеть свои вот эти вот теневые аспекты да вот эту вот страшилку в зеркале и они будут меняться то есть здесь такое ощущение что вот вы как будто бы вас подготавливают к и не люблю слова миссия давайте скажем как как бы вы заменить даже не предназначение а ваше дело вот так скажем ваше служение потому что здесь прослужение идет речь и но это не не касается профессиональной сферы то есть не только скорее всего да вы можете на этом не зарабатывать вы как человек будете служить миру да вот вы будете как раз таки тем инструментом через которого скажем так творец да сможет влиять на других людей вот вы будете вот таким служителем чему-то высшему восьмерка педакли знаете вот вам не видно а у меня на стенке просто боюсь камеру подвинуть сейчас я вам покажу может быть это будет видно главное что потом найти правильную позицию камеры так вот видите там вот эта икона она подарок была мне подарена руками вышита это бисер ручной работы это богородица которая развязывает узлы вот здесь возвращаясь теперь к нашему раскладу вот так о соре если качается а здесь смотрите тоже волосы запутанные на как узлы спутанное все и мужчина через терпение да развязывает свои беременные женщины что здесь она вот 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 она потом это императрица становится расчесывает ей волосы это как в классике восьмерка педакли а здесь восьмерка сфер да как мастерство поэтому почему потому что умеет потому что есть терпение из-за свое терпение он потом приходит к девятке педакли к изобилию к самодостаточности так вот вы из-за того что у вас вот здесь вот вы проходили сложный путь на невзирая ни на что смогли как вы терпели да вот этого вот повешенного стали другим человеком и вот вам дается вот это вот умение качество терпеливо причесывать волосы императрицы да здесь мужчина ей служит не в плане того что вот он раб и вот а в плане того что он ее любит да вот это вот тушь кубков любовь вы с любовью будете служить высшим силам для чего для того чтобы преображать пространство на то есть не вы вы не словом будете говорить другим людям что и как нужно делать а ваша энергетика она поднимется она станет настолько высокой высоко вибрационной что в вашем пространстве люди а будут злиться это то это те та категория людей которые будет понимать что им нужно меняться почему потому что в вашем окружении вашей вибрации будет поднимать их вибрации из-за этого не будет идти внутреннее разрушение и реакция будет как раз таки на то что либо я меняюсь либо я сама уничтожаю себя и от этого я агрессирую поэтому это будет вызывать агрессию у людей о вашем окружении это а и б это в вашем окружении будут те люди которые другая категория которая будет вас благодарить да то есть будет ощущение благодарности что вот наконец-таки я нашел тебя да как мастера возможно в какой-то профессии они будут вам очень благодарны потому что их вибрации они будут среднего уровня не низкие как категория а средние и они будут сонастраиваться с вашей энергетикой и подниматься но для этого вам нужно помнить что от вашей энергии должна быть очень очень высоко поэтому сейчас такой этап очень сложный и вы его проходите достаточно давно я уже говорила неоднократно по моему уже идет третий год когда трансформации идут и вы все а идут долго почему-то что вы не идете в это новое вот сюда в шестерку мечей с трудом с трудом вот вас выталкивает вы снова возвращаетесь либо идете и снова возвращаете потому что вы понимаете что ваша жизнь должна измениться я здесь не готовность вашей жизни меняться потому что ваши вибрации станут абсолютно другими они должны стать более высокими нежели сейчас это своего рода ответственность и и последствия будет другие ваша жизнь преобразится но там где будет что-то хорошее будет обязательно в ровной степени и что-то плохое и вы не готовы принять и вот этот вот дар который вам дают поэтому вы уже третий год мучаетесь мучаетесь и здесь вопрос принять не я не могу вам сказать что вам нужно делать я вижу вот то что я увидела то я и сказала вот такой у меня был расклад у меня такое ощущение что тройки как мне написала одна женщина действительно практики прохожу высокие серьезные чистки на амазонке определенные практики прохожу шаманами там айвазкой все такое ну то есть серьезная действительно работа не вот и вот именно вот таких практиков я и вижу здесь вот по третьей позиции если вы не являетесь таким человеком я не говорю только практике здесь люди могут самостоятельно работать то есть если вы не работаете в по направлению духовности именно в контексте своей души не работаете над своей душой что она хочет у вас нету контактов то есть это могут быть там я не знаю связи с высшими силами с космическими энергиями то это не не для вас позиция здесь конкретная категория людей но вы интуитивно это должны чувствовать если вы не чувствуете значит это не ваш а я с вами прощаюсь до понедельника всем отличные недели если я ничего не напутала в этих днях вот всего вам самое наилучшее благодарю вас за ваши комментарии еще раз за ваши донаты пишите обратную связь подписывайтесь на телеграм-канал там абсолютно другие расклады будут другое общение кто не хочет подписываться это тоже нормально это тоже окей у меня не вызывает это никакого сопротивления то есть вы вправе и вольны делать все что вы пожелаете мое дело предложить как говорит мама моя мама а ваше дело отказаться если вы не хотите все всех обнимаю пока пока